Кстати, ребят, на ютюбе появилось самое трезвое шоу про деньги «Индекс.Бар». Если вам интересно, что творится в мире финансов и как это повлияет на ваш кошелек, то вам зайдет. Каждый понедельник профессиональные трейдеры-аналитики обсуждают тренды рынка и отвечают на ваши комменты. Если вы еще не подсели на это шоу, от души рекомендую. Ссылку на свежий выпуск я закину в описании. Там про коронавирус, довоз и криптовалюту. Подписывайтесь на ребят. Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно я заметил у Тинькова одну интересную особенность, о которой я сейчас хочу рассказать, потому что наверняка вы, может быть, сталкивались с ней и не знаете, что делать. Дело в том, что Тиньков не спешит расставаться с деньгами. Вот что я хочу сказать. Он всюду работает безупречно, и даже в этом он работает безупречно. О чем идет речь? Смотрите, например, я хочу перевести деньги с карты Тиньков на карту другого банка. Вы знаете, что на эту операцию есть лимит в 20 тысяч рублей в месяц. Общая сумма переводов на карту других банков. Это невысокий лимит. И такой лимит есть у всех, включая Тинькова. Здесь ничего нового я не скажу. Он работает безупречно в этом смысле. Но, скажем, я хочу... Мне не хватает этого лимита. Есть способ, как обойти это. Я об этом рассказывал. Надо не переводить деньги с карты Тинькова на карту другого банка, а пополнять карту другого банка с карты Тинькова. В принципе, все то же самое. Но здесь лимит уже на 150 тысяч на пополнение с карт других банков. Поэтому я рассказал о том, как это делать. Но Тиньков, как я уже сказал, не рвется расставаться с деньгами. Поэтому он придумал следующее. Смотрите. Вот у меня есть две карты. Одна карта OpenCard. Это карта банка открытия. И вторая карта Тиньков. Смотрите. Я хочу пополнить карту открытия с карты Тиньков. Что я делаю? Я захожу в личный кабинет банка открытия. И в личном кабинете банка открытия выбираю эту самую карту. И выбираю пополнить с карты другого банка. Вот оно с карты Тиньков. Выбираю. Вот она карта. Здесь надо ввести CVC. Но сейчас вы этого не увидите, естественно. Я ввожу CVC-код. Это секретный код. Никому никогда не говорите этот код. Все. Я ввел его. И пишу сумму. Ну, скажем, 50 тысяч рублей. Я хочу перевести с карты Тиньков на вот сюда. Смотрите, что происходит. Естественно, для подтверждения перевода я перехожу в банк Тиньков. И для того, чтобы подтвердить этот платеж, я должен ввести код из СМС, который должен прийти мне от банка Тиньков. Ждем. Можно ждать долго. Вы не дождетесь СМС-ку от банка Тиньков. Потому что Тиньков не торопится расставаться с деньгами. Вот что я хочу сказать. Вот смотрите. Нету СМС-ки. Но повторная отправка через 4, 3, 2, 1. Есть. Выслать код повторно. Вот сейчас придет моментально. Вот она. И деньги ушли. То есть Синьков работает безупречно даже в этом. Смотрите. Никогда еще за последние полгода вот эта СМС-ка сразу мне не приходит. Дает мне время подумать. Типа, Юра, а ты точно хочешь с Синькова перевести деньги в банк открытия? Вот. Но когда я говорю прислать код повторно, потому что если это не будет, то это будет уже нарушение закона, то в общем сказать все проходит, вы видите, моментально. Вот такой у нас веселенький банк Тиньков. Но в остальном он работает безупречно. Вообще все СМС-ки во всех остальных случаях приходят моментально. Да вы видели. Здесь повторный СМС-ка приходит в течение секунды. Я пользуюсь также Тиньковым в качестве. Ну, ИП у меня зарегистрирован код на Тинькове. Вы знаете, что сейчас я веду подписку на предварительно на курс по опционам. Люди очень активно пишутся. И там вы видите, да, на сайте demetkovyur.com, когда заходите на страницу оплаты, там страничка как раз банка Тиньков. Это вот, это мой банк Тиньков. Он зарегистрирован. Да, это мой счет на ИП. И именно туда деньги приходят, чтобы платить налоги и так далее. Потому что, ну, все легально абсолютно. Вот, там СМС-ки тоже приходят все моментально, все идеально работает. Ну, вот эта маленькая особенность есть такая. Я надеюсь, что я заслужил лайк. Поставьте его, пожалуйста. Напишите в комментариях, сталкивались вы с этой проблемой или нет. И если сталкивались, то я надеюсь, что я помог вам решить эту проблему. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деметков Юрий. Оставайтесь на моем канале. Будет много интересного. До встречи.